5 секунд remaining 5 секунд 6 секунд 6 секунд 6 секунд 7 секунд 7 секунд Shadowfin первым же пиком для команды ProDota и Doom для Team Empire Был и этот герой как раз в том известном матче 11-минутном, где Aloha Dance в конце на рубике сделал рампагу Ну, тогда, в общем-то, все очень гладко шло для Империи, 33 на 2 Я смотрел на выложенные на ютубе матчи на нашем канале Кто-то написал, что что это такое за комментатор пропустил на миде кучу фрагов И у меня сразу невольно так смешок даже проскочило, не вопрос 33 фрага делает Team Empire за 11 минут Фраги происходят чуть ли не одновременно, происходят по всей карте Какие вообще руки, глаза и сколько, в каком количестве должно быть рук и глаз у комментатора, чтобы за всеми фрагами уследить Там реально в одно и то же время на трех линиях умудрялись игроки команды Империя принимать своих оппонентов То на рожон лезли те, кто не должны были лезть, там, флейнеры, например, или мидер куда-то далеко зашагивал То еще какие-то траблы, то дабла против даблы дерется, а в итоге и на миде, и на сложной линии, например, кто-то отъезжает у соперника Там сложно было уследить Кстати, ProDotaGaming тоже имеют, я так понимаю, имена Травка, я думаю, вы знаете этого Если это тот самый Травка, то игрок, в общем-то, в СНГ комьюнити уже проскакивал и поигрывал за коллективы профессионально известные Так что здесь, в общем-то, в общем-то, в общем-то, ну, побороться будет с кем No Fear забирает уже Дума и забирает Винтерн Виверн для Team Empire Со стороны ProDotaGaming, Shadowfin и Tusk отправляются в пик Ну и баню вы уже видели В бан у нас Висп, в бан у нас Найт Сталкер Ну и напомню еще раз, все матчи проходят в формате Best of One вплоть до 1-4 Когда останется 8 команд и наступит стадия 1-4, тогда уже начинаются матчи в формате Best of Three То есть надо до 1-8 выигрывать каждый матч и шансов на ошибку ни у одного из коллективов нет Так что Best of One будет аж через... Это 32-я, 16-я, 8-я, 4-я Три матча еще будет в формате Best of One И начиная с 4-го, 4-й, 5-й и 6-й матчи будут в формате Best of Three Алхимик отправляется в баню от Team Empire И Ember Spirit от ProDotaGaming также уходит в бан Винтерн Виверн в принципе уникальный саппорт Который практически в любую комбинацию заходит И показатели и вообще скиллы, которые имеет данный герой Универсальные абсолютно И с этим вообще поспорить я даже не вижу вариантов ни у кого И на зацепить работает Благодаря Артик Берни Колба, которая сейвит своих тиммейтов И дэмэдж, который необходим по убегающим Я уже молчу об ультимейте, который вообще тут чуть ли не сродни Я не знаю, чуть ли не сродни Блэк Холлу Только еще и с убер-дэмэджем в одного героя Все это на самом деле невероятно круто Набор скиллов просто потрясающий у Виверны Там фиксить, не фиксить, резать, не резать ее Пока что она как была в топе, так в топе остается Та же история с Таском Никуда Таск не девался из меты Да и видов таких, я думаю, пока что не было ни у Айс Фрога Ни у Гейба Ньюэла И вообще всех разработчиков Доты Поэтому Таск у нас будет появляться Если не в пике, то как минимум в бане Мидлейнера нет у Тим Эмпайр Пока что есть только Керри Герой для Сайлента, это Дум И Винтерн Виверн, скорее всего, для Ноуфира Шейкер залетает в пик И скорее всего, это Уфлейн Тим Эмпайр частенько практикует Шейкера на сложной Сейчас эту роль отыгрывает Резолюшн Некогда мидер и капитан команды Тим Эмпайр Теперь он играет на сложной линии, Мидлейн Вчера целый день, да и до этого Некоторое время стоял Йоку Ну и сказать так, что ошибочно это решение Нет, не ошибочно Резолюшн хорош в сложной Йоку Тоже хорош в мидлейне Игроки, как оказалось, взаимозаменяемы А это, по-моему, плюс Тут дело не в том, кому где интереснее Кто больше фрагов хочет заработать Я вчера приводил в пример Юниверса Который команду ЕГЭ к 5 миллионам привел Обычный оффлейнер Обычный залет на даггере Обычный эхо слэм Обычные 5 миллионов долларов Крупными купюрами увезти домой Причем увозить, насколько вы понимаете, ЕГЭ недалеко надо было Турнер американский, команда американская Так что тут как-то стесняться того, что Ты с мидлей пересаживаешься на шейкера Я думаю, вообще не стоит И дот уже давным-давно отошла от популярности Конкретно единичных каких-то персон И лиц, и мидеры зачастую бывают Не так популярны, как те же саппорты или те же крутые оффлейнеры в составах команд Спиритбрейкер отправляется в баню от Тим Эпайр и Темплар Ассасин от Продота Гейминг также покидает данную игру Ну и Тим Эпайр залезли, кстати, в дополнительное время Сейчас задумался на эфире, вместе с ним вся команда Сложная есть, саппорт есть Дум на легкую есть Необходим еще один саппорт и необходим еще мидлы Разора Тим Эпайр, что, кстати, примечательно Вчера Тим Эпайр на протяжении, по-моему, каждого матча Каждого матча банила Разора Причем банила пятым баном То ли команды к тому шли, что мидера оставляли напоследок То ли пес его знает Но Разор постоянно отлетал пятым баном При любом, абсолютно при любом раскладе Ну и теперь Разор заходит в пик Тим Эпайр И, скорее всего, это герой для Йоку Думаю, на мидлейн отправится данный персонаж Против СФ стоять комфортно На самом деле СФ и так по демиджу очень сильно проседает на ранних этапах А если еще и там где-то подсосать из него, то Проблемы будут Я думаю, вы в курсе 6.85 изменил немного статик линк у Разора Теперь демидж высасывается не посекундно Как было раньше, каждую секунду по 24, если не ошибаюсь На финальном левеле прокачки Здесь теперь в течение секунды высасывается равномерно демидж И демидж каждую 1.24 секунду перерастает на 1 Ну и Разор уже есть в пике Тим Эмпайр Но у СФ траблы должны быть Разор вещь неприятная Независимо от того, как будет идти у нас Йоку То ли это будет плазма филд у Максима То ли это будет статик линк Без разницы, СФ по-любому Придется очень сильно позаботиться о своем здоровье И банки нужны будут Мази, кремы Противовоспалительная Противопростудная Клокверк Клокверк от ProDota Gaming Ну, виджи доктор, клокверк, туск, шадоуфинт На самом деле вот такая уверенная достаточно комба ProDota в принципе составчик себе собрала Не такой уж проходной В принципе должны Должны нервы Тим Эмпайр точно потрепать Насчет победы, конечно, не буду загадывать Ни в одну, ни во вторую сторону Но в целом В целом это первый серьезный соперник За второй день данной квалификации Последний пик от Тим Эмпайр До сих пор нет саппорта Еще одного Подхилл в принципе есть Это Винтерн Виверн Но это одиночный подхилл Не лишним было бы заиметь какого-нибудь дазла Я думаю, в данном пике Хотя Кстати, и комба с Разором Винтерн Виверн плюс Разор Имеет помимо Там всех Понятных, очевидных вещей Там Хелпы, сейф Зацепки от Винтерн Виверн Имеет еще и Некий такой Некую имбовую Составляющую Я неоднократно видел Как Разор Который собирает себе Аганим И Рефрешер Юзает сразу два Статик Шторма Ой, Айф Зу Сторм Конечно же Юзает Заходит на хайграунд На любую Из линий И просто В колбе Винтерн Виверн Разваливает с этим Аганимом и Рефрешем Тавара Тавара вместе с ним Бараки И ничего ему сделать В принципе не могут Тут такая Интересная Достаточно комбинация Я думаю, что можно и Даззла Кстати, сюда запихнуть Помимо колбы Еще будет и Грейв В принципе Выхиливать Кор-героев Можно Нет Немножечко Не так И Шейкер Как я понимаю Будет саппортить Бруда залетает В Пик Тим Эмпайр И Шейкер У нас Очевидно Не оффлейнер Как я понимаю А может быть Это Брудмазер Вообще На мидлэй Тогда Разор Надо в сложную Нет Скорее всего Бруда Все-таки отправится в сложную Шейкер Винтерн Виверн Будут саппортить Это по идее Должен быть Алоха Дэнс И Ноу Фир Соответственно Ну и последний пик От Продота Гейминг Мидер есть Керри нет Нет керри Луну забанили Алхимика забанили Ну и в общем-то Выбор героев Еще достаточно Неплохой Там есть Антимаг Конечно же Там есть Фантом Лансер Там есть Герокоптер Что немаловажно Герокоптер Дохловатый Против Дума Будем откровенны Но вот с Брудой Герокоптер Может разбираться Очень быстро И почему-то Мне кажется Что о нем Сейчас подумает Команда Продота Гейминг Ну 15 секунд Остается У ПД Гейминг Всего ничего Травка должен задуматься Ну скорее Не знаю Я оставлю Честно говоря Нагира В данной ситуации Потому что Слишком много Брудмазеровых Ребятишек Нет Это Врейс Кинг Это жесткий Одиночный Выстрел Брудмазер Все-таки Для Резолюшна И он отправляется Как я понимаю На сложную линию На данном герое Разор Отлетает для Йокуэ Шейкер Это Алоха Дэнс Ноу Фир Будет играть на Винтерн Виверн И Сайлент Забирает себе Дума Травка Берет себе Шадоу Финда На Мид Лейн Яджитсу Забирает себе Вич Доктора Орвид Будет играть на Клокверке И iProx Или OneProx Будет играть На Рейс Кинген На Туске К сожалению Извините меня Все фанаты ПД Гейминг Я не выучил Кто там пятым героем Что пожелаем Командам удачи По идее Все должно быть Весело и интересно И У нас Таким образом Вырисуется Какой-то Серьезный Более-менее соперник Для Team Empire Что Немаловажно Потому что Скучновато Уже стало Смотреть Вчера Какой-то момент Так что Что случилось Все В игру Нас уже Отправила Комендатор Стандартный Интерфейс Поправляем Вылетел Сразу же Кто-то из Состава ПД Гейминг Не проблема Кого я пропустил Я пропустил Кефа Который будет Играть На Туски Ну и По героям Империи Мы уже Разобрались Йок Уйдет на Мидлейн Никуда Уже С него Не деться Ему Шейкер Будет У нас Саппортить Но Фир Будет Саппортить На Винтерн Виверн Интересно Будет ли бегать Данная комбинация Виверна Плюс Шейкер Или все-таки Она привяжется К одной Какой-то линии Кстати у меня Какие-то Заблюренные И мыльные Ребята Получаются Настройки Видео Качество Обработка Качество Текстур Что Кто это сделал Кто это сделал У меня Шейкер Просто Ничтожество Нет Теперь шейкер У меня жесткий Жесткий Красивый Прорисован У меня до этого Шейкер Просто был Будто акварелью Нарисован Девочкой Без рук На Мокром стекле Ну и кстати По соперникам Никто не повылетал Никто Из серьезных Участников Данных квалификаций Никуда не делся Как Играли Так и играют Это Хеллрейзер Это Манки Бизнес Аспера Тоже Никуда не девалась Они играют На данный момент В Участвуют В турнире И пока что Из него не вылетали Давайте я вам Вкратце Кстати Сейчас пока у нас Небольшая пауза Покажу Что там происходит По Что происходит В В данной Части Сетки Эмпайр против Пятигейминг Как вы видите На своих экранах Скерри Фейсис Играет против Декабирс Флорида Против Проджект Хеллрейзер Играет против ЛД коллектива Здесь Ничего Интересного Здесь Ничего Интересного Энс Тоже Неинтересно Неинтересно Тисларк Тоже Непонятно Кто Аспера играет Против НСТ На данный момент Хеллрейзер Мы видели Против кого Играет И где Кстати Манки Бизнес Неужели они Вылетели Это было бы Вообще Нечестно Даже Ну и кстати Приес Играет Против Команды Он топ Ладно Вернемся К доте В общем то Камбу Вы Увидели Пока еще Не вернулся У нас Свитч Доктор По По Инфиан Нидри Бут Пишет Кеф Перезаходит В игру Что здесь По комбинациям Кто куда Может отправиться Орбит Наверняка На Клокверке Отправляется В сложную линию Стоять ему Придется Против Дума Шейкера И Винтерн Виверна Хотя Еще Куда отправят Винтерн Виверн Посмотрим Травка Отправляется На Мидлейн На Шадоу Финди Айпрокс Будет играть На Рейс Кинге Скорее всего Легкая линия Портить своего Тиммейта Потому что Стоять против Бруды Чуваку Без сплов Как таковых С одиночным ударом Без сплэша Очень даже непросто Бруда будет подъедать Это в принципе Ее работа Поэтому По хп Рейс Кинг Должен проседать Вич доктор Естественно В более менее Профессиональных Коллективах Через Вуду Ресторейшн Идет хотя бы в один Поэтому сейф Рейс Кинга Будет Ну и Ждем возвращения Кефа Куда отправится Туск Тоже скорее всего На эту же линию Но против Бруды все равно Не очень сладко Стоять Если летят Каски То они разлетаются На миллион Вообще Брудмазеровых детей И Саму Бруду Могут толком И не зацепить А 15 копеек Которые заработает Команда Для Резолюшна В общем-то Это не проблема Поэтому Бруда Очень даже Хороший выбор По данному пику И Сейчас я это Прекрасно понимаю Хотя Рейс Кинг Меня вызывает вопросы Почему это не Герокоптер Почему по данной комбинации Он не мог бы зайти Непонятно Под сейф есть Хелпа есть Сейф в Сноуболе Тоже имеется Танковать Есть кому Это Клокверк В частности Это Туск Там Это СФ С Меками И БКБ В дальнейшем Ну Выбрали Такого героя Может наигранная комбинация Может быть Виды Немного иные У Травки Это не удивительно Что у Травки Немного иные виды На доту Чем у меня Я на Упенквалы Не рискнул Регаться Как не просили Не в сети Чувак Последний Ники Влафец Владислав Который Решил себя Небольшую Интерпретацию Ника Яфец Взять И переименоваться Во Влафец Очень творческий Подход Вообще Который Продолжение следует Давайте ещё посмотрим Какая полезная вещь Посмотрим ещё что там у чувака На данной стадии, я думаю, и... Наверное, игроки пойдут друг другу навстречу Если вдруг не сможет чувак вернуться То, может быть, придётся и пересоздавать Или перезаходить Или искать стенды Если там проблемы со светом С интернетом, со здоровьем Не дай бог, или ещё с чем-нибудь Тут, я думаю, на данной стадии уже может TeamEmpire пойти навстречу Если это, конечно, была одна тысяча двадцатьчетвёртая И игра планировалась одиннадцатиминутная То ждать Ждать полтора часа игрока Команды, которая, скорее всего, развалится за десять минут Конечно, было бы просто-напросто нелепо Учиха Сасуки Саски или Саски, по-моему, да, правильно? Опять меня сейчас Нарутоманы Камнями просто забьют Когда выйду из офиса Что здесь по постройкам? Ничего Нет, всё-таки есть тоже СФ Тоже СФ Всё, возвращается у нас Вич Доктор Эджитсу уже здесь И можем Мы с вами вернуться К игре Всё Игра началась Ребята Все на месте Все проблемы решены Ну и ещё раз напомню Это команда ProDota Gaming Против коллектива Empire И На данный момент Это Одна тридцать вторая Открытая квалификация На Франкфурт Мэджор На сложную линию От Team Empire Отправляется Resolution На Broodmother Midlane Будет для Йоку На Разоре Aloha Dance На Шейкере Саппортит Саппортит Также No Fear На Winter Niver И Silent на Doom И Сайлент на Doom Тут помимо Лёгкой линии Я думаю Сайлент и в лесу Найдёт Что ему Под подъезд Но в целом Его основное Основное место Это конечно будет Сайфлейн Resolution уже Веб бросил на Свой лайн Уже по-моему Вышли за ним И есть с интрики Кстати у Вич Доктора Может быть даже Попытаются зацепить Resolution Но сентри у Вич Доктора Просветка есть У Тузка Resolution понял Что дело пахнет Жареным И свалил отсюда Сразу же Сентри Вард Опускается на место Бывшей Resolution И Resolution И Resolution Пустил слезу На какое моё Бывшее место На мид что ли Нет здесь Сентриков Ну и вся Команда Pro Dota Gaming На топлейне В это время Нижнюю руну Окупировали Игроки Команды Team Empire Сражаться смысла Нет Риза сам Ничего здесь Не сделает Здесь Есть стан Один Второй Здесь есть чем Остановить Айшард Сноубол Неважно абсолютно Да и СФ Кайлами Несколько ударов сделает Бруда естественно Не жилец будет после этого Сайлент забирает Нет не Сайлент Нет не Сайлент Йоку 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 забирает Баунти руну На нижнем лайне На топлейне Руна отходит для травки Ну и такое Нестандартное Согласитесь Противостояние Разор против СФ Сразу же Алоха Дэнс Кстати выходит Агрессивно Начинает себя вести На центральной линии Разбивают варты И у травки будут траблы Если Фессура Кладется здесь на карту И Разор Имеет возможность Стать и клинком К травке присосаться То СФ Который на самом деле Мягковат на ранних левелах Будет очень быстро огребать Айшардом закрыли Резолюшн И еще и стан пошел От Рейскинга Пытаются подстопить Здесь своим Туловком Туск Своего оппонента Ну и получилось Получилось Команда Продота Гейминг Забирает Фестблат Резолюшн В неприятной ситуации Он милишник Ему не сладко Здесь Вардами Все что можно было сделать Сделали Поставили свой центри Как я понимаю Если разбили чужой Да Куда поставили Не вижу центри Как Чем Что Как Где 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 центри стоит Не понимаю Вард разбили Но Как то получилось Я так и не понял Или одновременно Что ли Разбили оба варда В любом случае Бруда тут По идее В безопасности Он это понимает Я говорю Конечно же Оромане Но здесь есть Просветка Здесь есть Вард Но если идут Значит будут ставить Все Ставят вард И уже Резолюшн В неприятном положении Уже близко К репам подойти У него просто так Не получится Безнаказанно Йоку на мидлейне 8 на 4 СФ пока что 4 на 0 Ранний этап За разором Статик линг в 2 Плазма филд В 1 И раскачка будет Примерно такая Точечных спилов здесь нет Поэтому Тоджан стейблкерн Не имеет значения Сейчас для разора Ставка ничего с ним В принципе не сделает Вот о чем я говорил Статик линг Фиссура И вот они Несколько дополнительных секунд Плюс 50 дамаги Для Йоку И уже Перефарм Обещает быть Приличным К моменту возвращения СФа сюда Ну и самому СФу Как фармить Своих 51 Душ толком Не настрелял Всего лишь 5 Уникромастери Показатель Еще и тут 50 насосали Ну куда вообще деваться Не насосали А подарил Травка При этом 5 на 0 Стоит У Йоку Показатель Уже 14 на 6 Эту пачку Крипов По идее Тоже забирает Есть Боттл Есть у него Хилинг Селф Есть Рейс Бэнд А как здесь СФ ведет себя СФ Слабоват На данный момент Рейс Бэнд У него имеется Хилинг Селф Есть Но до Боттлы Еще Еще придется Нервишек потратить Йоку Плазма Филдом Практически На лонг На фулл рейнджу И не пошел Йоку Спрятался Травка В дереве Даже несмотря На фиссуру Видимо Потерял Из виду Его Йоку И Алоха Дэнс Далековато Зашел Сразу же Хелпа Пошла К травке За 105 Его Айс Шарт Есть Алоха Дэнс Будут Здесь Закрывать И Алоха Дэнс Тотем Себе Под ноги Но это В принципе Его не Спасает Еще И Йоку Далековато Зашел Сейчас Если Тавер На него Нагрился Был бы 100% Ну и Пришел Алоха Дэнс Побыковать И ничем Хорошим Для него Это не Закончилось Опять Возвращается На мидлейн Эта комба Будет Работать Это в принципе Понятно Плазмофилд Эфессура Сейчас Шадуфинда Стирает Ну у него Уже есть Боттл На данный момент Давайте Переместимся На нижнюю линию Посмотрим Как тут У Сайвен Это дела обстоят 16 на 3 У него Даже 17 на 3 Ну и после этой пачки Я думаю 20 где-то будет Должна быть То же самое У Рейс Кинга У него На данный момент 21 на 11 Нет Тоже да не тоже У Рейс Кинга Здесь еще пачка Крипов И Своего Оппонента Не прямого Но Главного Он перефарм Лоу хпшный Йоку Здесь все Шадоу рейс Возможные Были использованы Ближние естественно Юзать не было смысла Йоку Лоу хпшный Но контролит руны Сэф тоже должен Я так понимаю Отправляться за рунами Но это невозможно Потому что Империя оккупировала Все руны Вообще Травка лоу хпшная Еще один удар от Йоку Это первый фраг У Тим Эмпайр Киев прыгнул на Йоку Йоку сразу же Статик Линк в него Ну есть батла Отпиваться есть чем В это время фейсбуцы Появились по моему У Сайлента Да так и есть У Сайлента Появляются фейсбуцы Йоку Отпивается Отхиливается Этот первый фраг Для Тим Эмпайр 379 голды 279 по экспириенсу Резолюшн Два крипа всего лишь Всего лишь два крипа Хотя при этом Третий с копейками Левел есть Ну вы видите Какую Крысиную вообще Тактику выбирает Роман У него вариантов Немного Любая просветка На линии Каски Стан И под тем же Маледиктом Он в общем-то Никуда не уходит Еще есть Ликрит зайдет От рейскинга Резолюшн Все что остается Это стоять в вебах Между деревьями Получать экспу Короче говоря Греться В лучах славы Команды Про дота Ну таракашками Подфармливать Уже более-менее вариант Но здесь опять же Плевок первого левела Тараканы не такие уж и сильные Через веб идет У нас резолюшн Ждем Солринг Рецепт есть У резолюшна Денег правда на него Конечно же не хватает Хотя вот разбор рингов Базилус Вот вам и солринг Ну и заходят на резолюшна Здесь есть вард Он сейчас уже пропадет Его срок действия Здесь еще и просветка Пошла на резолюшна Стопят его Айшат под ноги Под Меледиктом Резолюшн Отъезжает в таверну Уже второй раз Еще и над детьми Поизмывались Их много Они жрут Кстати яджицы Очень плотненько Просто посмотрите Просто станами Рейскинга Отбрасываются В маленьких Брудмазеровых Ребятишек Ну и бегут Айшардами Всем на свете Пытаются засейвить Яджицу Сейчас бруда вернется Плюнет И все И на этом дело Закончится Ладно бежать отсюда Хотя вот я смотрю Резолюшн На всех парах летит Нет Яджицу уже отпивается Резолюшну нет смысла Баковать 3-1 становится счет Шестая минута Я думаю даже графики Не грех будет посмотреть Так улетает У нас Доктор На нижней лайне На нижней лайне У нас замесло Ухпшный орбит Заплевал его Ноуфир Ну До конца Это дело Не было доведено Хотя здесь Зацепили Яджицу Яджицу должен умереть Нет Он пока еще не умирает А Луха Дэнс Уже так Нехотя подошел К нему Лениво пнул По горбу И Второй фраг Для Тим Эмпайр Странно Почему не доконтролили И кто позволил Вообще Что случилось Тим Эмпайр Непонятно 2-3 становится счет В любом случае Где-то Баланс Восстанавливается По голде Они не проигрывают По экспириенсу Тоже они Немного Но впереди Не отманы на то Чтоб скушать Волчика У Дума Твое лицо Когда укусил Забачок Это просто Отводы Сайвента Здесь есть отводы Скорее всего Это будет выфармливать Йоку Других вариантов Я не вижу Сайвент соло Это никоим образом Не сделает Скорее всего Йоку Через плазмофилды Будет заниматься Фармом Этих ребят Окей Вот эти ребята 42-12 У Розора Он на втором месте На первом Рейс Кинг По фарму 45 на 19 Ну не будем забывать Что здесь и Конечно же Спайдерлинги есть Ну сразу же Сноубол в Резолюшн Яджитсулоу ХПшный Тараканы должны его доесть Хотя и Резолюшн Сам по идее отъедет Просветка пошла на него Пока что Размен один в один У флейнера Разменяли на Саппорта Ну и как пришел Алуха Дэнс Так он отсюда и уходит Тараканы едят еще Тузко Но это все окончится Там Минус 100 хп Это максимум Что может сделать Резолюшн В данной ситуации Но размены не очень Адекватны К этому моменту Бруда по идее Должна съедать Уже Хотя бы Хотя бы Хотя бы Т1 12-й Там Минуте Это обыкновенно Т2 Хук Шото Торбита Вгрызается Волоха Дэнса Ни тотем Ни фиссуру Ничего не положить Под батареасаут Это факт Ну и куда побежал Йоку Непонятно Йоку пока что с Кефом Будет сражаться У Йоку 6-й левел Есть Но он не качал В Зе Сторм Здесь еще и Травка Его цепляет Йоку начинает майн сеть Плазма филд юзает Кеф отваливается Йоку лоу хпшный Еще один шадоу рейс Ну и Йоку сейчас 7 хп у него остается Травка без дальнего шадоу рейса И по идее Йоку отсюда уходит Скорость бега у него приличная 358 Здесь 355 Ушел Ушел Повезло Или просто на скеле Непонятно Но Запахло корвалолом Здесь В составе команды Эмпайр По голде все равно идут вперед Резолюшн нашел для себя выход Просто-напросто отправился Фармить ближайшие леса Здесь посмотрите Везде с энтрики Где резолюшна Одна из восьми лап Наступила Хоть чуть-чуть Ну и через такую кучу тараканов Кстати можно бороться У рейскинга По идее должен появляться Милстром я думаю В этом варианте Более чем полезная вещь Дальше Мьолнир тоже Невероятно полезен Был бы Но здесь есть травка Койл один И все И битые тараканы Прятаться Сейвиться Что-нибудь делать У них конечно Классный реген В вебах Ну Передернуло Таракашек здесь Не доплюнул Фейлот резолюшна Десять минут сыгра На две тысячи По голде Тим Эмпайр По экспириенсу Семь пятьсот Тоже в пользу Тим Эмпайр Как дела там У Сайлента Дум приобретает Себе барабаны У него есть Фейсбетсим Бутсим Мэджик Вонт Ну и такие Мелочевые артефакты По Нетворсу По-моему Все у него неплохо Да у него второе место Первое место у Йоку На Разорик Кстати на Мидлейм У нас перемещается Компашка вся И Йоку уже отъехал Дум сразу же вешает Ульту на Кефа Кеф по идее Должен здесь догорать Хотя нет Не дадут догореть И первого левела Всего лишь Дум Кеф может и не умереть В данной ситуации Стики не проюзать А ну-ка А ну-ка А ну-ка 37 18 Деняет Шадоу Фин Своего тиммейта И это И это минус Ничего по сути Во-первых Заденяли Туска Во-вторых Просто сбили Ринкарнэйшн Рейс Кингу Но теряет команда Эмпайр еще и Винтерн Виверн Но Фир отправляется В таверну Счет становится 4-7 900 голды Поднимает команда Пиди 1000 экспиренса Ну и должны снесить Таким образом Тавер Тут есть время Резолюшн Немножко подправить Свои дела И хотя бы Поесть вышку Если не съесть ее Полностью Ну и продолжается Файт у нас на Мидлейне Коги от Орбита И отступает Команда Про Дота Гейминг Сайлент верит Я смотрю В свой успех Побежал Ну 11 минут сыграно Давайте пока файтов нет Пробежимся по артефактам Есть Аквила Есть Пауэр Трэдс У Йоку Белт оф Стрэндж Так травку будут цеплять Но Фиссура пока не ляжет Толку никакого Но Фир взлетает До травки не дотягивается Ну и травка Просто-напросто Отсюда уходит Все сплы были проюзаны Между прочим От Дума Барабаны Фазы Мы это видели Рейс Кинг Приобретает себе Таггер Очень неплохой Кстати тайминг 11,5 минут В принципе Как Сайлент Обычно это делает Так же дела Сейчас и У Мейнкерри Команды Про Дота Гейминг Прокс Собирает себе На 11,5 минуте Хороший тайминг Но у него По-моему Топ Крипстат На карте 67 на 21 Даже с учетом Спайдерлингов В принципе Неплохой показатель Для милишного Керри Ну а команда Эмпайр решила Помочь Своему некогда Своему Вице-капитану Резолюшн сам Пушить не мог А вот толпа Пришла И сразу Как-то Попроще Стало Пушат И никто Сюда не смещается Здесь пока еще К тавру не дошла Команда Эмпайр Ну и сразу Два ТП сюда Перемещаются На нижнюю линию Сайлент бросает Дум у нас на Кефа Орвит бегает за ним Стан пошел Сайлент А Сайлента Закрывают в Коге Йоку Уже плюс 140 дэмэджа Как же много говна Сейчас Йоку раздаст Налево и направо Йоку просто Дает один удар И рассыпается Пополам Вич Доктор Дальше надо бежать Йоку Лоу ХПшный Кеф Будут пытаться его поймать Орвит тоже здесь В огромной опасности Плюс 162 дэмэджа Еще один удар И орвит рассыпается Фиссура ему под ноги Минус 3 от команды Эмпайр А Лоха Дэн С нежным комом смял Еще один килл от Йоку Ну и по-моему Ультра килл здесь Нет Сайлент Нет говорит Забудь какой ультра килл 5 в 1 В итоге размен Все это в пользу Команда Империя И по голде Обратите внимание 2 100 по золоту 3 000 по экспириенсу Не зря пришли сюда Самое веселое Вообще Самое доброе Что случилось Команда Эмпайр В данной ситуации Что Бруда Никуда не уходила Бруда Осталась на топлейне Поела вышку Заработала денег Купила себе Там что она себе купила Да пока Хенд оф Мидас Себе купила И ПТшку Резолюшн себе несет Да Мидас куплен был Судя по кулдауну Секунд 70 назад Резолюшн уже Пауэртрет себе Приобретает И не такой Рахетичный становится Как был Ботогор Ну и 4 тавра Тим Эмпайр На 13.5 минуте Уже Сносит Свои отдефали Ни одного тавра Еще не отдали И при этом В борьбе за тавр Очень плотно Команду про дота Гейминг Потрепали Эхо слэм От алоха дэнса Прокса ловят Прокс разворачивается И уходите отсюда Дезвар Тут яджитсу Очень крутой И он выкастовывает его Максимально долго Правда плевок От Кваб От бруды Все это на место ставит Пока что размен 2 в 2 Резолюшн дабл килл делает Резолюшн под ультой Трипл килл Ну и Айшард останавливает Его Так бы и орбита Мог поесть Очень нехило Как сильно Вызверился Резолюшн После Того Беспродышного Нахождения На топлейне Которое Организовали Игроки Команды Про дота Роману Тут конечно Видно что Психанул парень Просто Ну и пускай Что то у Резолюшна по моему Появилось Мека Это травка Собрал себе уже Меку У него есть ПТ У него есть Боттл Рейсбенд Также есть До аквилы Не созрел травка У яджитсу Нифига нет Просто тапок У рейскинга Появляется Чейнмейл Будет собирать Скорее всего Себе блейдмейл Туск Ничего Только вспомогательные Артефакты Это печально Туск должен Хотя бы что то Но фармить И клокверк у нас С блейдмейлом Уже С транквилбудцами Ну и по мелочи Сайлент Встал за дерево Посмотрел на все Это Говорит Ну ка нахрен Вообще Хотя Четыре игрока Команда Эмпайр Здесь Сайлент И еще три Удивительная математика На игрокам ТВ Ну и Бруда В это время Подъедает Топ лейн Пока здесь будет Драка Четыре в Четыре в пять Бруда будет Пытаться заходить На хайграунд Скорее всего Ситуация будет повторяться Ну что Сильно продамажили У нас Ноуфера Ноуфера отправляется В таверну Йоку опять Начинает насасывать Дэмэдж Но здесь Все не так радужно Всего лишь Тридцать шесть Из дамаги Получил здесь Йоку Сайлент Плотненько Так пробивают Дэзвард Пошел от Яджитсу Йоку цепляют Каски его Отставили в покое Стан пошел от него Ну и Йоку Скорее всего Здесь убьют Нет Фиссура останавливает Фиссура Алоха Дэнса Останавливает у нас Погоню за Йоку Йоку надо отходить Надо отходить Файтиться нет смысла Разве что Плазма Филд Можно попробовать Провязать Йоку улетает У нас сразу же Хилиться В это время Резолюшн Съедает тавер На топ лейне Команды Продот Фиссура Отменяет сразу Два ТП Которые были На топ лейне Ну и эта музыка Я помолчу Вы послушайте Крутая музыка Повествует о том Что чьи-то Базы сейчас жрут И жрут Вообще без печали Резолюшн Съедает Еще и Милишный барак Это уже говорит О неприятной ситуации Для Продота Гейминг Даже если он здесь Остается Я думаю что В принципе Это достаточно Неплохой мув И мув оправданный Хотя еще и Стопить нечем Маны просто-напросто нет Травка тоже без маны Резолюшн Волочит задние лапы С левой стороны Посмотрите на ХП реген 15.8 в секунду У него есть На всякий случай Владмер У него есть мана На Ульту И В принципе Уходить отсюда Нет смысла никакого Раз Два Три Четыре Фуловый Резолюшн Фуловая бруда По голде 6 тысяч Или даже 7 тысяч В пользу Чим Эмпайр По экспириенсу 4 тысячи Тоже в пользу Эмперии Про дота гейминг Живенько начала Но Как я уже Выделял для себя Вчера И сегодня Тоже скажу Команды Которые не имеют Большого Опыта В профессиональной Доте Если на ранних Этапах Знаете На амбициях Так На эфории Мы играем Против серьезного Соперника Они тоже люди Их тоже можно побеждать Мы соберемся Начнем их наказывать Они действуют так И начинают Реально наказывать Профессиональные коллективы Но только где-то Идет сбой Только где-то Идет отдача Команды Аматорские Или Сэми про Не могут взять Себя в руки Не получается Такая психология Нет опыта Вот таких вот Знаете ли Пососов Сразу начинается Паника Приходится Делать необдуманные Вещи Чтобы как-то Статус свой Некогда лидера Вернуть И влазят В еще более Глубокие Вообще норы Из которых Просто не выбраться Резолюшн Лох-эпэшный У Резолюшна Есть ульта Но ее Сает просто Чтобы убегать Так дерись Роман дерись Ничего вообще Другого не будет Ну и пришли На подсейф Здесь Ноуфир С компанией Сайлент Ноуфир Но спасти в итоге Резолюшна не получилось Хукшот у нас В интернивер Сразу же себя в колбу Отправляет Ноуфир Переживает таким образом Блэйд Мэйл Пару шадоу рейзов Ноуфир Отправляется в таверну Ох как пофидели Но Резолюшн На самом деле Боковато себя Немножко вел Зачем там Топтаться было Во вражеском лесу Непонятно Команда была рядом Команда отправлялась По мидлейну пушить Почему не пошел Да хрен знает Почему не пошел 1800 голды подарили Команде Продота Империя Только что и 200 по экспириенсу Кенни 228 Пишет игрокам ТВ Обожаю вашу студию Спасибо большое Это взаимно Дезвард Поставили на ХГ Игроки команды Про Дота Гейминг И тут просто Йоку всех успокоил Плазма Филдон Говорит Остынь немножко ВД Хватит Сайлент Сразу же Посмотрите какая цель У Сайлента Тут 100 из 100 случаев Все время Дум Кладется на Тузко Независимо от того Вкастовал он Все не вкастовал Там небольшой кулдаун Там неприятные вещи Типа из шарда Куда влетел Куда 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 влетел Клоквер Клоквер врывается На Алоха Денса Колба пошла От Алоха Денса Лоу хпш на Винтер Виверн Разора расковыряли Пока что минус 2 От команды Про Дота Гейминг Алоха Денс С эхо слэмом Просто в центр толпы И эхо слэмить Не дают Алоха Денсу Нажать кнопочку R Или какая у него там Кнопочка Я в душе вообще Не чаю И таким образом Команда Эмпайр Теряет трех игроков Дарит 2200 по голде 2800 по экспириенсу И Бруда еще играет Судьбой Сайлент тоже у нас Быковато Немножко себя ведет Одна Красная кнопка От Шейкера Решила бы Очень много вопросов В этом замесе Но не дали Во-первых Батаре Асаут Где-то там Тикал от Орбита Во-вторых Что-то выбирал Выбирал Алоха Денс Момент Ну молодой Опытный конечно Но Как-то так Слишком знаете По-взрослому пошел Рассудительно Получший момент Получший Есть кнопка Жми кнопку Я человек простой Есть Эхо Слэм Даю Эхо Слэм В итоге Империя теряет 2500 по голде И по экспириенсу Та же история По экспириенсу 13-17 Становится счет В пользу команды Продута Гейминг Да здесь нет Одного Лайна Ну и Тоже не самая Страшная ситуация В Рейс Кинг Фармит У него есть Блэйд Мэл У него появляется Митрил Хаммер Я думаю Что это все-таки Мьолнир будет Против Бруды Более чем полезен Представляете Сколько эти Спайдерлинги Могут горе вообще На голову Команда Эмпайр Развалить Если на себя Вешает Молнии В Рейс Кинг У Резолюшна Уже есть Митрил Хаммер Есть Огр Клап И чуть более Тысячи голды Остается до появления Блэйкинг Бара У Дума Имеется Плейт Мэйл Скорее всего Выход будет в Кирасу Я кстати не знаю Кираса не Кираса Кираса здесь И Разору была бы не лишняя У него 12 дефа своих Здесь 15 дефа Может это все-таки Будет Шива Сгвар Вместе с Плазма Филдом Собирает всех вместе Так Очень быстро Справляются с Туском Даже без Сайлентового Дума Туска забирают На Мид Лейне И команда Эмпайр Собирается На Т2 Как я понимаю Реагировать Бруда здесь Против травки Пока Страдает В Разора Еще 9 секунд Не будет кстати Клинка Но пока что Продота сюда И не подходит Прыгает Прокс Стопит Сайлента Сразу же стан По нему Включает Блэйд Мэйл У Сайлента есть Дум Надо в Яджитсу давать Или в Туск А в кого-нибудь Да ни в кого не дает 2-2-8 голды Просто подарил Своим оппонентам А Лохо Денса Тоже цепляют И это Минус 2 От команды Продота Интрига 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 996 По голде Продота Ни хрена себе Вот это да Вот это заявочка Стоит здесь Ринжевой барак Половину с Несом И Резолюшн Ну В принципе Резолюшн Это план Б Команды Эмпайр Пока одни развлекают Своих оппонентов Другие А тут реально другие Вы обратите внимание На количество Других В это время Будут сносить Лайны В принципе Просто вытягивай на драку И спокойненько Занимайся Своими делами Ну и вот Рошан теперь Заканчивается Сломанной линией Для команды Эмпайр Здесь есть Даггер у Шейкера Эхо слэма Правда Лоха Дэнса Нет Ну как-то Фиссурой Будут пытаться Подступить Резолюшн В это время Доедает Ринжевой барак На топ линии И все Резолюшн Дело сделал Резолюшн Мавр Может уходить Ну и на мидлейн Двигается Команда Про дота гейминг Эмпайр Пока что не пушат Они ведут Партизанскую игру У них Что-то не зашло В последние 5 минут И они стараются Не влезть Вот в ту задницу Которую я говорил Что случается С аматорскими коллективами Просто взять И слить Все что вообще Набивалось Все что нажито Непосильным трудом Эхо слэма Нету Шейкера Еще 30 секунд И кстати Неплохо бы 11 левел получить Перед Следующей дракой Давайте по артефактам Пробежимся 23 минуты у нас Уже сыграно Клокверк Имеет форстаф Есть у него Блэйдмейл 250 на руках Транкл бутсы Немного Но Это хотя бы что-то Резолюшн Бегает под собственным Сентриком И он понимает Что вражеских Сентриков здесь нет Но Где-то что-то Сзади Поджимает Резолюшн И он отсюда Убегает Дальше к артефактам Есть Что это Это рецепт На Dust of Appearance Что это Что это вообще Такой гутуз Написано Что Dust of Appearance А прогрузился Reborn Forever Прогрузился Какой-то рецептик Есть Медальонов Кураж Есть Аркан бутсы В принципе Ничего крутого У Таска Не появилось Хукшот Хукшот Не попадает По Алоха Денсу И он Сразу же Дагираут Отсюда Тут просто Повезло Наверное Алоха Денсу Что Немного Не хватило То ли скилла То ли расчета Орбиту Вместе со скиллом И расчета Разумеется Вич доктор Приобретает себе Пауэр третс Есть у него Урнов Шадоу Склак Тоже имеется Но это просто Чтоб самому Не умирать Тиме от этого Ни холодно Ни жарко Шадоу Финт От команды Про Дота Капитан Травка Капитан Травка Слышал от меня Со стороны Кто-нибудь Мека есть Блэкинг Бар Имеется БКБ 10 секунд Только недавно Пришел Ну и появляется Блейд оф Алакрити Скорее всего Это будет Я думаю Что это будет Манта Стайл Или это будет Саша Яша Но поздновато Немножко для Саши Яши В целом Кроме Манта Стайла Ничего здесь И не нарисуешь По хорошему Диффуза Наверное Не клеится сюда Ни к чему Просто-напросто Хукшот Еще один Мимо от Орбита И можно Орбита Кстати и забирать Если БКБ от Бруды Будет БКБ плюс Ульта Если правда Маны хватит Да должно Маны хватает А БКБ уже Маны не требует По-моему Очень даже давно Ладно К артефактам Рейс Кинг Уже приобретает себе Мейл Стром В Курьере У него ничего не лежит Есть Мейл Стром В Мьелнер Скорее всего Выходить будет Ну и можем Переключиться На Тим Эмпайр Мейн Керри Команда Эмпайр Сайлент Покупает себе Матрил Хаммер После Огр Клаба Остается 1000 голды До приобретения БКБ У Йоку Блэк Кинг Бар 10 секундный имеется Сэнджин Яша Есть Ну Кстати с покупкой БКБ Драка немного Изменится Тоже 10 секундный Убру Да и здесь БКБ Я думаю Как бы вообще Не печально Все выглядело Когда два Коргероя БКБ Прожмут С Аaffina Голд Não БКБ have С С Э У Ну и ещё один хукшот, кстати, мимо от орбита на этот раз. Тут уже на улёте кто-то был, по-моему, это был Алухаденс. Да, так и было. И ещё один хукшот мимо. Эмпайр, тем не менее, ведёт по голде, несмотря даже на отставание в счёте. 8 тысяч по золоту, по экспириенсу почти 5 тысяч в пользу Тим Эмпайр. И про дота всё равно в роли доголяющих. Счёт никоим образом не решает в этой игре. Я думаю, вы понимаете, это ни футбол, ни баскетбол. Здесь счёт может быть разгромным. И при этом можно потерять три линии и закончить игру ни на чём вообще. Империя тоже успокоилась. Решили, я так понимаю, доформить артефакты необходимые. У Розора 2200 на руках. Йоку ничего пока не покупает. Сайлент с БКБ будет минуты через две. Насколько я могу тут подрасчитать. Плейтмейл пока что остался без дополнительных деталей. Плейтмейл сам по себе. Ну, я думаю, вы знаете, что Думу это необходимо. У него свой базовый деф просто ничтожный. Этому Дум не мог без данного артефакта. Есть Владмир уже у Бруде. Есть БКБ и 2500 на руках. В общем-то, командные артефакты какие-никакие имеются. Главное, что есть БКБшки на кор-героях. Осталось Думу дождаться, пока Курьер ему принесёт сей артефакт. И, по идее, после принесённого БКБ Team Empire должны начать пушить. Глиммер Кейп, кстати, есть. У Винтерн Виверн, у Шейкера есть. Ну, Даггер есть. И на этом спасибо, Алоха Дэнс. Мейн артефакт для себя вывез. Долговато, конечно. Но вспомните начало от Империи. Не самое приятное. Забрали руну. Вижена не было от команды про Дота Гейминг. Поэтому понятия они не имеют, что здесь пробежали. Да и вообще здесь вижен только немного. Резолюшн появился. Резолюшн как будто здесь сам по себе. Остальные пока непонятно где. Смоук ещё немного будет действовать. В целом, сейчас уже закончится. Опять же, их не увидели. Ну и всё. Попинговали игроки команды про Дота Гейминг. Сайвент. Смоук смёс падает. Айшат пошёл от Кефа неточный. Сноуболл надо вытягивать максимально на себя. И просто в толпе в аду оказался Кеф. В данной ситуации лоу-хпшный он пока ещё живёт. Стан в Алоха Дэнса. Кеф продолжает жить. Каким вообще образом? Эхо Слэм от Алоха Дэнса. Минус один пока что от Тим Эмпайр. Даже минус два. Ещё и Сефа развалили. И Вич Доктора развалили. И вот они БКБшки от Тим Эмпайр. Резолюшн включает БКБ дальше на Кефа. Уже минус четыре или даже минус пять сделали. Орбита Резолюшн доедает. Рейс Кинг поднимается против... Ой, после Реинкарнэйшна. И отправляется бежать отсюда. По итогу этого файта сделали минус пять. Игроки команды... Даже минус шесть. Минус шесть сделали игроки команды про Дота Гейминг. Убили здесь всех. Ещё два раза пришлось убить Туско. Конечно, денег за Рейс Кинга не дали. Но убить его убили. Оставили в абсолютном одиночестве. Пока там кастовался его крестик. А потом против пятерых драться. Ну, согласитесь, печаль абсолютная. Ну что, где Алоха Дэнс? И здесь берут героев ему, чтобы Рэмпэдж сделать? Нет, не идёт. Не идёт Алоха Дэнсу. Рэмпэдж. Там было всё красиво, круто. Здесь можно одной кнопкой сделать Рэмпэдж. Но Шейкер не оказывается в такой ситуации, чтобы пятерых взять, да и шарахнуть. Ну и Клоквер побежал дальше за Винтерн Виверной. Колба есть. Ноуфир отправляет себя в колбу. Похилится здесь орбит лоу хпшный. В принципе, ну половина хп. 700 хп тут. Конечно, это лоу на 30-й минуте. Йоку. Мега килл в данном файте. Фиссурой разделяют на две половины. Ну, сильный парень как раз-таки был в неудобной ситуации. Рейскинга здесь убить было бы непросто. Команда Империя сносит нижнюю линию. Зарабатывает много денег. Но что самое главное, зарабатывает возможность не париться теперь. По поводу исхода данного матча. 22 тысячи по золоту. Более 12 тысяч по экспириенсу. Теперь заходи не хочу на хайграунд. Разор без Аганима. Ему это неинтересно. Тут все ручками делает команда Эмпайр. Может себе позволить. Чего ждать? Ждать их от Слэма от Шейкера? Так это ждать 5 секунд. В принципе, все есть. Ульты есть. БКБшки откатились. Маны нет только у Резолюшена. Но у него есть вот такой великолепный артефакт под названием Солрин, который решает. Да и опять же, есть Дезолятор. Поэтому вышки падают быстро. Товара падают быстро. Быстро падают бараки. Эхо Слэм от Алоха Дэнс. Будет нет. Форстап от Алоха Дэнса. Глимер Кейп его уже отправили. Но Алоха Дэнс. Пора эхо Слэмить. Прям просится здесь. Все. Эхо Слэм от Алоха Дэнса. Проксу не сбивает еще Реинкарнейшн. Разваливают у нас, кстати, Прокса. Реинкарнейшн 10 секунд не хватило Проксу до Реинкарнейшн. И в это время Сайлент просто-напросто руками забивает вообще, как я не знаю, как младенцев в коляске бедного СФа. Не хватило команде Продота Гейминг. Они старались. Они пыхтели. И они неплохо себя показывали в данном матче. Но в целом все это вылилось в поражение. 24-20, 32 минуты. И, друзья, что хочу сказать. По сравнению с прошлыми матчами до 1.32 это уже что-то. Это уже соперники, это уже сопротивление. Конечно, желаю полегче пути команде Эмпайр в данных квалификациях. Там еще будут трудности и в регионалке, и в основной квалификации. Но и здесь тоже, в принципе, как тренировочные матчи лучше соперника покрепче. Ну и по поводу статистики давайте быстро пробежимся. Разор у нас от Йоку 12 на 3. ГПМ 625. По-моему, топ на карте. Да, так и есть. Ну и вся команда Продота Гейминг. Как бы они хорошо ни дрались на ранних там стадиях. Как бы хорошо ни убивали. Ну, катастрофический недофарм. Шадоу Финд 430. Это вообще непозволительно для Шадоу Финда. Дум 600 здесь. 625. Разор. Брудмазер 593. И топ на ГПМ 430 у Травки. Не вывезли. Не вывезли. Ну что, Эмпайр. Тим Эмпайр, take my energy. Следующий матч это одна.